Друзья, привет! Те, кто живут не в Москве и не в крупном городе-миллионнике, знают, какие поборы порой бывают за право доступа к обычной дымовой антенне. Деньги, за которые можно подключиться к интернету, да еще и получить доступ к IP-телевидению. Друзья, не кормите этих халявщиков с антеннами. Пользуйтесь благами прогресса. Отдельно рекомендую владельцам современных умных телевизоров. Есть бесплатные программы с какими-то ограничениями, с рекламой, может быть с чем-то еще. Есть пакеты IPTV от вашего провайдера. Если у вашего провайдера, они, конечно, есть. Есть такие сервисы, как Wi-FiR TV, которые работают с любым провайдером и на самых разных девайсах. Сегодня мы поговорим именно о нем. Клиент Wi-FiR TV есть на Android, iOS и умных телевизорах. Плюс есть собственные телеприставки, но и на обычных приставках сервис работает. Центральная функция Wi-FiR TV – это цифровое телевидение. Работает везде, где есть интернет, и подстраивается по ширину канала автоматически. На день съемок базовых бесплатных каналов 17. Просто качаем программу, регистрируемся и получаем к ним доступ. Если у вас хорошо ловит Wi-Fi, но не антенна телевизора, либо телевизора уже давно нет, вполне себе вариант посмотреть какие-то интересные вам передачи. Тем более сразу появляется ряд бонусов в сравнении с обычным ТВ. Если вы опоздали на эфир, есть так называемый архив, через который можно посмотреть любые передачи на данном канале за последние 3 дня. Еще и с перемоткой вперед-назад. То есть без рекламы, потому что всю рекламу вы можете спокойно промотать. И уже одна эта возможность сделать просмотр эфирных передач гораздо-гораздо более приятным. Дальше, если захотите большего, можно будет подписаться на дополнительные каналы и даже видео. Сразу большими пакетами, самый дорогой 949 рублей в месяц, либо более доступными, от 169 рублей в месяц в различных комбинациях. Так что если вы смотрите только познавательные каналы, или только видео для взрослых, или только футбол, или только Cartoon Network, вам не придется подписываться на все остальное. Есть отдельные каналы Amedia Hit и Amedia HD. Также через сам клиент Wi-Fi Amedia TV можно получить доступ к Амедиатеке, смотреть новые эпизоды Мира Дикого Запада, Игры Престолов или любых других сериалов сразу, как они выходят. Один минус. Связать уже существующий аккаунт Амеди с аккаунтом Wi-Fi Amedia пока нельзя. Но разработчики программы в курсе, что это проблема, и я надеюсь, что они ее решат. В дополнение к эфирному контенту и контенту Амеди, Wi-Fi Amedia TV предлагает доступ к контенту MIGOGO и выбор более 3000 полнометражных фильмов, доступных для аренды. Список контента будет постепенно расширяться, но мы отдельно попросили разработчиков добавить и бесплатные фильмы, и мультфильмы, не требующие рецензионных отчислений. В общем, получается своеобразный хаб. Клиент Wi-Fi Amedia TV можно поставить и на телеприставку с Android, и управлять им с пульта. Также есть интеграция с Android-телевизорами Sony и Philips. Проверить качество интеграции мы пока не могли, но если у вас как раз такой телевизор, мы будем признательны, если вы поставите приложение Wi-Fi и проверите, как там все работает, все ли ок. Говорят, что все безупречно, зато мы смогли проверить на LG. И на LG действительно все работает. Да, если у вас пульт для ТВ или телеприставки все-таки не заработает с Wi-Fi Amedia TV, обязательно напишите об этом в комментариях. Вообще, если у вас будут какие-то замечания по качеству работы сервиса, обязательно пишите про них, потому что мы на связи с разработчиками помогаем им ловить баги и улучшать работу Wi-Fi. Так что и ваши замечания передадим. Если вы уже пользовались похожими сервисами, то знаете, что обычно, если вы смотрите видео на телевизоре или приставке и пытаетесь подключиться с той же учетки еще и с планшета, то на телевизоре соединение прерывается. Типа, ваши аккаунты вошли с другого устройства, перезайдите и так далее. Wi-Fi Amedia TV позволяет пяти клиентам одновременно находиться в сети с одного аккаунта. То есть мы имеем вполне себе полноценный семейный доступ, да еще и не на одну семью. Для периодических передач есть функции напоминания, есть программа передач, и есть возможность поубирать из общего списка все неугодные каналы. Особенно полезна, на мой взгляд, функция для молодых родителей. Но также не лишним будет просто взять и выпилить все те каналы, которые вы точно наверняка смотреть не будете, чтобы эфир не засорять. Мы, в принципе, много подобных сервисов перепробовали. В некоторых заблокированы определенные каналы, а здесь они вполне доступны. В том же Мегагоне работает домашний, ТВ-3, Пятница. А на Wi-Fi они все есть. Главный минус Wi-Fi TV это скорость переключения каналов. Не то, чтобы она совсем никакая, просто на обычном телевизоре они переключаются быстрее. И от Wi-Fi TV мне бы хотелось, чтобы переключение происходило быстрее, чем на телевизоре. Как нам сообщили разработчики, они работают над этим, но не знаем, когда будут результаты. Сейчас же приглашаем подключиться к улучшению Wi-Fi TV и вас. Устанавливайте приложение, регистрируйтесь, пробуйте и пишите в комментариях, какие мысли у вас возникли по поводу сервиса. Что можно улучшить, что можно доработать. Автору самого адекватного и полезного комментария подарим хорошую подписку на 3 месяца. Спасибо, что были с нами и до новых встреч.